что же вот сегодня у нас хундай соната свежая модно модно разлива вот новенькая красивая машинка вот посмотрим что тут у нас и как градом побила нам надо снять потолок вот эти вещи они тут неразборные значит по идее выщелкивается что у нас здесь здесь у нас вот такие отщелочки вот понятно дальше смотрим что у нас здесь здесь у нас шестигранник вот она клипсочка здесь вот поддеть посмотреть тоже что-то будет дальше у нас стоечки скорее всего на защелках на резинках будут отходить что теперь зеркало нам как бы не мешает она вот подходит до сюда дальше открыл очечницу видим что видим вот самогрыз и вот скорее всего еще два самогрыза будут а где-то здесь под стеклышко вот и в принципе все тоже самое к везде вот начинаем стату снимаем вот эти вещи козыречки снимать ручки и потом смотрим снимаем передние стоечки вот сзади там будет поскучнее вот фонарик тоже есть вполне возможно что в нем там он просто в потолок и его даже и снимать не не надо или нельзя вот посмотрим дальше разберемся ну тут стойка это понятно вот скорее всего эти накладки снимаются от щелки по пружинке там либо еще какие-то клипсы посмотрим тут устроена сзади наверное какие-то защелки вот там на краю стекла потому что там не нету даже вот такой вот вот по одной тут поставили клипсе честно говоря не пойду зачем тут и так вот два места тут крепится держится хара для чего было усиливать сюда еще эти клипсы ставить только что ябска до красоты но я понимаю лучше велится чуть потолок вот да тут как бы вот есть место вот может лезть кстати раньше было в машинах вот такие козырьки проводку заправлять вообще не вопрос вот потихонечку раз здесь как бы зазоры есть вообще нет проблем вот там по стоечке по стоечке и сюда и вот к зеркалу разъем тут их куча и так есть датчики специализации и так далее ну вот потихоньку приступаем разбираем ну чтож посмотрим как идет у нас разборка вот удалось нам немножко тут подразобрать значит как и и раньше на hunday sonate очень приятно такая маленькая штучка называемые фиксаторы вот когда берешь вот так отсоединяюсь раз и ручка не отходит вот не приятно носит вот здесь клипс очки две штуки одна здесь была одна здесь вот такие но они так прямые упертые что снять их не так просто я снял вот есть съемник все вот как раз вот такой съемничек как раз под эту клипсу и что вы думаете вот эту я так и не снял крыс по обломал и вот она торчит там до чего портая ну как бы неправильно надо было либо отверстие там надо сделать шире либо клипсы там как-то помягче или я не знаю ну не серьезно ладно поехали дальше значит что у нас здесь козырек противосолнечный одно из креплений здесь ребята решили пост модерн внедрить шестигранник вот таким вот девайсом мы его откроем так это понятно здесь тоже самое два у нас шестигранничка вот здесь у нас вот такая защелка верхней части которая так вот красиво нащелкивается туда вот и язычок который заходит вот так собственно здесь сложного ничего нет здесь там ничего нет опять же вот удобно раз и ручка фиксирована вот на микролисте она складывается а так и все очень хорошо и приятно не то что там на каких-то клипсах и на прочей ерунде какой виде разборки на других машинах ладно пошли дальше потихоньку очередной подход по разборке тут вот так же как и в камере вот этот крестик корцангом надо дать и принципе провернуть но в общем то и смысла я не вижу тут вот они защелочки клипсы видно да вот она клипса вот почему-то вот здесь вот так любят делать таких защелках вот в принципе и и так отщелкнул находится вот здесь примерно вот если так руку сделать вот примерно берешь раз отщелкнул и все значит щекается тут все просто ручка снимается здесь тоже то не три защелочки дальше у нас тут по штуке под саморез или под десяточку два винтика и это дело мы сдергиваем вниз вот принципе здесь как бы больше нечего показывать и рассказывать ну тут на это не аналогично единственно что вот здесь ручки нету такой как здесь не предусмотрено ну и вообще как бы комплектация для водителя по регулировок кресла а для пассажира типа того что и так пойдет значит так правильно продаем нашу праздничную разборку опять же вот и шурупчики тут эти торчат вот они не теряются вот что не может не раз то есть ребята хундайцы подошли как бы в очередной раз пока что не подводят тем что не замудряют да выкрутил я вот здесь два самореза и как мы видим вот все это у нас как бы отходит когда крыша внизу то в принципе можно будет там разъемчики эти отщелкнуть от фонарик и и все вот уже резинки я поснимал тоже собственно уже ничего нас как бы не держит вот продолжаем дальше праздничную разборку вот таких вот два самогрузика десяточки у нас вот эту часть нас они закручиваются вот и пишут вот в этом месте прикручивают сюда вот дальше вот здесь наверху у нас два штырька они вот находят в крышу и как бы вот так держит это все дело внизу здесь внизу просто вот таких две защелки которые вкручиваются саморезы их расширяют и они здесь всю эту красоту держат у нас есть как бы который бегает вот надо призвать попасть чтобы вот эта клавиша нажимала вот это место вот и все а в принципе у нас уже вот она можно сказать свободная вот там вот по вот этой части под ты сейчас я расскажу тоже там защелки их пришлось с легеньким упором отщелкнуть вот здесь вот защелки были край крыши вот я начал с дины потом сюда пошел вот сюда отщелкнул вот крыша уже как бы посвободнее стало вот как мы видим здесь вам да здесь у нас защелка вот она одна вторая он желтенькая дальше третья этого торчик ну в принципе тут без всяких фокусов и без заморочек вот единственное что казалось бы сейчас уже здесь вот свободно вот по ощущениям держит вот этот фонарь надо снять стекло вот здесь видно уже крышу снимали вот и вот заходы вот инструмента а здесь видно на месте вот в этом зубчике то есть вот так отщелкиваем я должна вот так вот уйти это вот штучка у нас вот сейчас снимаю еще одну стойку вот потом снимаем фонарик и в принципе крыша надо быть свободно вот собственно и все надо еще подголовник снять он будет мешать чтобы крыша как бы можно ниже было чтобы она не мешала вот такие вот пирожки вот пока что все пока нечего вроде снимать дальше основное все снято вот момент финиш как бы здесь подголовники снимаются вот нажимать сюда и вынимается подголовник как я уже и говорил этот фонарик вот его снимать по и просто вот вот так он стоит извиняюсь вот он вот она стоит и отщелкивается он вот таким образом вот здесь и здесь вот в принципе неважно и тут можно и тут как бы самое главное не падать эти усики и вот фонарь у нас держится на двух саморезах и впредь на двух саморезах вся наша крыша сейчас потому что вот здесь убрали здесь по потолочине задние стенки тоже убрали здесь тоже как бы все нормально и впереди тоже нас ничего не держит вот это и вся крыша ходуном ходит она висит практически вот на двух этих саморезах вот и все снимаем крышу тоже как говорится поздравления принимаем вот это у нас снята вот они клипсы которые заходят вот в эти отверстия вот их три штуки сзади вот он фонарик здесь такая шумка хорошая приятная вот вот эти вот как бы усилители под ручечки здесь вся эта проводка ее трогать смысла я не вижу вот для чего то вот здесь вот может быть ее за вот это брать и таск ну не знаю вот здесь какие то и скрип не антискрип непонятно вот и там как бы выводим вот тут вот в стороночку и все ложится вот мы видим на крыше у нас наклеены это вот одеяло правильная поганенькая вот три таких полоски это типом к не так легко и просто все это раздирается но мы уже нашли способ с ним бороться вот это все можно оттереть тряпой и 646 растворителем вот такие тряпы салфеточки которыми я пользуюсь в гараже не дешевле заразы но что делать чтобы потом работать с потолком можно было усилителей тут богато вот раз усилитель до 3 4 5 штук ну вот добрались мы теперь пиши и как бы теперь можно работу дальше ставить дефектовать и потом работать дальше у нас как бы остается что если по крыльям побито посмотреть вот стойки крыша двери заднее крыло вот и богат собственно работы еще валового но опять же надо смотреть до машина но красивая это не значит что надо разъявил рот сказать брать делать и клеем и прочее внимательно просмотреть на предмет переходов красок и прочего почему потому что вполне это все может существовать на машине она такая новая модная красиво можно не углядеть и наклеить и потом попасть окраска здесь не просто краска вот такая красить такой краской да легко и хорошо и красиво попадать на покрас такие элементы чрезвычайно приятно поэтому поэтому надо быть внимательным чтобы потом не было печальки вот ну чтож вот тут первые вмятинки смотрю где чего тут есть конечно вот руками чувствую под углом и не под усилком но как правило и неприятные обычно и по вот таких вот под усилком заразы вот но этого и следовало ожидать а а кто сказал будет легко не будет легко будем работать собственно по разборке все вот как мы видим вот эти вещи мы не снимаем просто их отводим в сторону ну и все рассказал точно так же как и задней части снимать целиком не надо вот тут мы видим по краю штурки безопасность вот с кучей тут патронов передний патрону вон он виден вон он задний то есть они могут пнуть и обе сразу могут и поодиночке зависимости от того как бы какая ситуация вот ну не дай бог чтобы они сработали вот на этом по разборке по демонту крыши все я рассказал как бы все ясно понятно лишнего ничего не сняли только то что нам надо уже дефектовка и непосредственно работа будет снято дальше вот как раз то о чем я говорил вот он переход крышу легкий хороший красивый аккуратный ну переходе это говорит о чем это говорит о том есть смысл взять и позвонить прежде чем что-то тут пустим взять и подергать потому что это будет что переходик будет не вот здесь у нас а где-нибудь уже вот здесь вот и по причине вот этого не хотелось бы поэтому надо беречься